Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все вопросы обсудим с директором агентства недвижимости «Инженер» Еленой Недоспасовой. Здравствуйте, Елена. Ну, сразу начнем. Вот как часто челябинцы интересуются покупкой жилья в других регионах? Ну, за последние несколько лет, которые мы очень много работаем по межрегиональным сделкам Москвы, Санкт-Петербурга, очень много. И причем, на самом деле, год назад мне казалось, что это уже как бы, ну, мы достигли какого-то пика, а сейчас все увеличивается и увеличивается это. А какие регионы выбирают? Ну, видите, мне сложно сказать, какие, потому что мы занимаемся Москвой и Санкт-Петербургом. И, конечно, вот больше, могу сказать, едут в Санкт-Петербург, но это скорее обосновано не то, что он там настолько интереснее для переезда или учебы, просто скорее обоснован ценой. Санкт-Петербург, он так или иначе сопоставим с Челябинском. А Москва все-таки дороговато. То есть в Москву едут либо кто-то более такой отчаянный, целеустремленный, либо побогаче. И тем не менее, вот можно ли рассматривать приобретение квартиры в другом регионе как вложение средств, например? Ну, вот трендом последних лет Санкт-Петербург был как раз, мне кажется, вот на самом пике. Он рос намного больше Москвы. Поэтому там росли цены. Ну, чтобы представить, просто пример могу привести. Покупая, продавали ЖК «Калейдоскоп» группы ЛСР. Два года назад, в февраль, там были активные продажи, однокомнатные были 3100-3200. На сегодняшний момент 5 миллионов. У застройщика нет их уже давненько. Это вот уже по переуступкам, потому что комплекс, он сдался в декабре месяце. Тем не менее, цены немножко пугают. Вот как сильно вырастут еще цены в ближайшее время? И какие факторы будут влиять на стоимость в ближайшее время? Смотрите, у нас очень сильно поменялось законодательство. Законодательство о долевом участии. Очень сильно. И на самом деле, сколько бы плюсов это все не несло, так скажем, это очень сильно повлияет на цену. И я не думаю, что конечный потребитель, в принципе, от этого выиграет. Потому что, в первую очередь, это скажется на цене. Потому что все увеличивает себестоимость стройки. То есть увеличится стоимость. Мне кажется, что это приведет к сокращению строек. Ну и подорожанию. Причем, допустим, если в каких-то регионах России, где платежеспособный спрос не растет, допустим, заработная плата, то там, скорее всего, может быть просто будет резкое сокращение стройки. То в Москве и Санкт-Петербурге, по которому мы основном работаем, там, скорее всего, просто вырастут цены. И причем, вот я вам хочу сказать, что изменения произошли в декабре. И застройщики отреагировали, там, не с первого января, да, они отреагировали просто, там, я не знаю, на следующий день. То есть у нас было в среднем подорожание за метр 3-5 тысяч с метра. И вот эта вся тенденция продолжается весь январь, продолжается февраль. То есть там очень сильно растут цены. И, ну, как бы сказать, это не есть, так скажем, здорово, да. Второй момент, который повлияет у нас все-таки, опять же, на спрос, это рост ипотеки, процентов по ипотеке. И вот я, допустим, там, в последний, там, не знаю, год-два, когда-то мне приходили, спрашивали, а в Челябинске надо брать, там, а надо ли нам покупать в ипотеку. Ну, я, как бы сказать, говорила, что там, решайте свои вопросы, там. Ну, вот с инвестиционной точки зрения, там, еще какой-то я не очень рекомендовала. То вот сейчас, мне кажется, сейчас то время, когда, если вы планируете взять себе квартиру, там, допустим, в ипотеку, то брать ее стоит сейчас, а не откладывать, допустим, на полгода. Потому что даже в Челябинске я считаю, что это все равно приведет, ну, к определенному росту, может быть, и цен на шилье, и, скорее всего, приведет к росту ставки по ипотеке. А вот сейчас, что происходит на рынке недвижимости в Челябинске? Вот примерно понятно, что в Москве. В Челябинске у нас перестали падать цены. Мне кажется, у нас даже есть легкая тенденция к увеличению. Рынок, в принципе, стабильный и достаточно активный. То есть такой, достаточно на хорошем спросе. Ну, вот если судить, допустим, по январю, который практически всегда такой более месяц, ну, расслабленный после праздников, то этот январь достаточно активный и в продажах, и во всем. То есть есть возможность, например, продать квартиру в Челябинске и приобрести, ну, примерно такую же квартиру в Питере или в Москве? Ну, примерно такую, конечно, не получится, но, тем не менее, допустим, сопоставимость цены все-таки у нас возможна. То есть просто, грубо говоря, ты в Челябинске продаешь однокомнатную, а в Санкт-Петербурге ты берешь студию, да, к примеру, ну, там, маленькую. То есть, ну, тем не менее, в любом случае, вот, как бы, относительно с нашими деньгами можно брать. Ну, вот говорят, что двух- и трехкомнатные квартиры, они, в принципе, не очень высоко ценятся на рынке Челябинска. То есть если у человека есть трехкомнатная квартира, какую квартиру он может приобрести? Ну, вообще интересно, вот, знаете, как в Челябинске, да, допустим, у нас однокомнатная и двухкомнатная имеют очень небольшую разницу. Очень небольшую. Ну, вот если привести, допустим, северо-запад, да, у нас между однокомнатной и двухкомнатной иногда 300-400 тысяч разница. Когда к нам приходят люди, говорят, вот, мне бы в Санкт-Петербурге, да давайте лучше двухкомнатную, то там может быть разница, грубо говоря, так, ну, грубо говоря, 3,5 миллионов. То есть она совершенно другая, подход совершенно другой, да. Поэтому, к сожалению, вот в Челябинске большие квартиры, они последние годы потеряли вот такую привлекательность, и более того, она вот как раз не пошла на восстановление пока. То есть пока сказать, что спрос на большие квартиры там или коттеджи у нас появился, ну, я, конечно, пока не могу, вот по опыту нашего агентства. Вот вы сейчас говорите о том, что все-таки цены будут расти и в других регионах, особенно вот Москва и Петербург, тогда вы ожидаете снижения продаж? Ну, во-первых, я думаю, что рынок немножко, если вот коснуться сейчас Челябинска, он будет все-таки, возможно, смещаться чуть-чуть в сторону вторички, может быть. Ну, это как бы только предположение мое. То, что будет касаться Москвы и Санкт-Петербурга, я думаю, там как продавалось, так и будет продаваться новостройка. Вот есть сейчас такой популярный тренд на рынке недвижимости – новая квартира взамен старой. Вот это может как-то распространяться на… Вот смотрите, непосредственно как у нас, да. У нас мы продаем Санкт-Петербург и Москву, мы представляем эксклюзивно застройщиков таких, как, допустим, ЛСР, это один из самых крупнейших застройщиков России. Мы представляем группу «Эталон», «Ленспецмур», может быть, ее знаете. То есть вот мы их представляем в нашей области, да. И вот если вы покупаете недвижимость, допустим, в этих строительных компаниях через нас, то вы ничего нам не платите. То есть мы работаем как удаленный отдел продаж по недвижимости. Ну, как филиал, так сказать. Как филиал, да. То есть абсолютно все акции, все абсолютно, вот. Но очень часто приходят люди, и у них есть в Челябинской недвижимость. В данном случае мы предлагаем только брать комиссию за сопровождение. Вот. Это первый момент. А второй момент очень важный. У состройщика они понимают, что люди с регионов едут, не всегда с деньгами. Продумано, допустим, есть такая программа очень хорошая, она называется «1090». Что это такое? Если у вас есть 10% от стоимости квартиры, то мы можем с вами оформить, допустим, договор долевого участия здесь и сейчас, так, оформить, вы уже получите документы, и оставшиеся 90%, там, ну, либо, если вы не возьмете рассрочку, вы внесете через 3 месяца. То есть это срок, за который мы должны с вами успеть продать недвижимость. Ну, в принципе, это реальный срок? Это очень реально, потому что в Челябинске стандартная квартира стандартная. Срок продажи где-то месяц-два, это нормально. Дальше либо плохо продаем, либо завысили цену, ну, какие-то вот такие вот нюансы. Поэтому эта программа существует, то есть это все реально, все возможно. Вот сегодня действительно очень много предложений на рынке Челябинска, вот именно о покупке квартиры в других регионах. Но как разобраться и куда обратиться, как можно вот эту сделку сделать безопасной? На самом деле, вот мы проводим каждый, ну, практически каждый раз в полтора месяца мероприятие с каким-то застройщиком, потому что люди, хоть ты здесь представляешь, хоть они заходят на сайт и видят, что это ты, все равно у них есть какое-то что-то, и хочется поговорить непосредственно с самим застройщиком, который вот он приехал. И мы проводим такие мероприятия, мы приходим к вам в гости с представителями. Вот завтра и послезавтра у нас будет немножечко другого формата мероприятия. Это будет, как бы, типа ярмарки недвижимости по Москве и Санкт-Петербургу, на которой мы будем представлять различных застройщиков. То есть к нам приедут представители застройщиков. Это будут, у нас будут представлены застройщики такие, как ЛСР, ЦДС, недвижимость Саттл-Сити. У нас приезжают представители группы Эталон. В чем надежность в таком формате? То есть человек, который к нам приходит, он, во-первых, выбирает. То есть мы беспристрастно предлагаем ему того или другого застройщика. То есть у него нет такого, допустим, вот он приходит в отдел продаж. И ему говорят, вот у меня такие стройки, бери классно. На самом деле мы можем предложить и того, и этого, и третьего застройщика. И человек выбирает то, что ему удобно, то, что ему надо. Мы рассказываем, где и когда с инвестиционной целью какую квартиру взять. Причем, смотрите, нет универсального рецепта. Вот сейчас бери эту стройку или этот район. На самом деле, когда мы подбираем, мы по ситуации. Вот, допустим, я не знаю, ну декабрь привезем. В декабре менялись цены, а один застройщик не поднял еще цены. Мы побежали туда с инвесторами. То есть это все как бы работает. У нас на сегодняшний момент настолько хорошие сервисы, вот Узбербанка, которые позволяют нам сейчас оформлять сделки, не выезжая из Челябинска. То есть даже если ты съездил, посмотрел, то тебе не надо там ехать, не надо там с деньгами, думать как, что там, к чему. То есть ты оформляешь все здесь. И продажи даже осуществляемые потом здесь. А есть какая-то возможность, например, также удаленного осмотра какой-то карты? Конечно, конечно, все, конечно, и веб-камеры, и все. На самом деле, если вы покупаете новостройку в Москве, например, не обязательно вторичку, я почти всегда уговариваю клиентов. Потому что когда мы покупаем вторичное жилье, понимаете, там уже известны соседи, подъезды. Даже если мы снимаем вам видео, мы все равно не передадим той атмосферы и всего того. Хотя есть кто тоже покупает заочно, и говорит, ну я что же, я вам доверяю. Ну, конечно, спасибо, но все равно боязно. Лучше бы, чтобы летали. Вот еще, знаете, хочется спросить, все-таки, когда человек живет уже в Челябинске, он знает, что у него квартира вот такого качества, что у него хорошая кухня, хорошая отделка и так далее. И когда он пытается эту квартиру поменять на другой регион, есть опасения, что качество может быть, например, пострадать. Вот, к сожалению, у нас в Челябинске однозначно есть хорошие застройщики, есть такие, как, например, Легион, который замечательно строит. Но, к сожалению, не вся наша стройка оставляет желать лучшего. То есть, на самом деле, вот с кем мы работаем, застройщики, во-первых, это те, у которых первое, да, не было просрочек, так скажем, за 25 лет, за 30, да. Это застройщики, которые с хорошей репутацией, по большому счету, которые хорошо сдают и достаточно хорошо строят. То есть, иногда приходят люди и говорят, вот я хочу вот это. Я им говорю, так вы понимаете, что это брать нельзя. Ну, у нас люди иногда хотят. У них есть такой замечательный довод, а у меня столько денег. Ну, так не надо брать. Недвижимость – это не место, где рисковать. Это очень важно. И очень важно, конечно, что вы берете. И самое важное, наверное, обращаться все-таки к профессионалам, да? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы обращались, приходили, потому что сотни, сотни людей. Вот у нас просто сделки идут сейчас каждый день, понимаете? Вот когда говорят, там, я слушаю, преувеличено, что покупают, ну, каждый день. Каждый день кто-то что-то у нас покупает. Иногда и не одну, и не две, да, так скажем, в день. На самом деле, огромный опыт. Постоянно даже менеджеры Челябинские у меня вот прилетели неделю назад. То есть мы знаем все стройки, знаем нюансы. Ну, начиная с того, что все мы сами купили квартиры. Все мы прошли даже собственным. То есть вот это все позволяет, конечно, все-таки человеку давать точно больше информации, чем он может прочитать в интернете. Больше, более, так скажем, и сам сервис. Тем более, что наши услуги, они для клиента бесплатные. И я так понимаю, что все-таки выбор, да, вот больше плюсов через, опять же, профессиональное агентство, где есть возможность показать разные квартиры, да? Конечно. Ну, смотрите, во-первых, не зря же у нас сделали там эксклюзивную, уже не одна крупнейшая строительная компания. То есть, да, мы хорошо работаем, у нас есть качество, есть знания, конечно. И человек получит и выбор, и сервис, и возможность как бы. У меня часто, знаете, приходят люди, говорят, я вот выбрал вот эту станцию, она в центре. А вот эту станцию, которая там, извините меня, тоже в центре, мне не предлагайте, она далеко. Чем человек руководствуется? Я спрашиваю, вы там были? Вы там были? Нет, не был. Понимаете, начитался интернет. Но интернет, понятно, хорошая вещь, но что-то можно читать, что-то нет. Я всегда предлагаю, вы придите, послушайте, а потом лучше перепроверьте наши слова. Узнайте у знакомых, то есть попробуйте. Тем более, что вот тот формат, который мы вот предлагаем завтра и послезавтра, да, у нас, это когда разные состройщики, когда вторичное жилье, когда будут разные специалисты. То есть у вас есть возможность прийти, послушать здесь одного специалиста, перейти ко второму, к третьему, понимаете? Да, и сделать. И собрать полноту информации. Понимаете, покупка в другом регионе – это очень серьезный шаг. И в этот момент, конечно, ну, как бы сказать, ну, надо все взвесить, надо все проверить, все узнать. Спасибо за ваши ответы. Об изменениях на рынке недвижимости мы говорили с директором агентства недвижимости «Инженер» Еленой Недоспасовой. А с вами была Марина Кленова и программа «Есть вопрос». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова